Для настройки внешнего вида нам нужно перейти в панель настроить, а именно навести курсор на внешний вид и выбрать настроить. В открывшейся уже известной вам панели мы начнем настраивать наш сайт. Итак, смотрите, слева отображаются вкладки настройки, а справа внешний вид сайта на текущий момент. Итак, поехали. В панели настроить переходим во вкладку настройка главной страницы. Здесь в качестве главной страницы выбираем статистическая страница, а чуть ниже в раскрывающемся списке выбираем, что будет считаться главной страницей. Вам необходимо выбрать sample page. Также эта страница еще называется пример страницы. Если у вас нет ни sample page, ни примера страницы, то перейдите в каталог страницы и посмотрите, у какой страницы есть приписка главная страница. Ту и выбирайте. Если приписки нет, то напишите мне, я подскажу вам, что нужно сделать. Итак, главную страницу выбрали, теперь возвращаемся на уровень назад, сохраняем все изменения и кликаем вот по этой кнопке, чтобы установить недостающее программное обеспечение, а затем еще и по кнопке активировать плагин. Далее переходим во вкладку страницы, наводим курсор мыши на нашу главную страницу sample page и кликаем изменить. Далее открываем область атрибуты страницы. Из раскрывающегося списка шаблон выбираем full width, а затем сохраняем все изменения, после чего переходим в панель настроить. Здесь в первой вкладке general setting можно настроить отображение сайта не во всю ширину, а с рамками и установить в качестве фона загруженное изображение. Но я здесь ничего менять не буду. Мы переходим во вкладку header. В первой подвкладке general setting вы можете выбрать расположение элементов шапки, выбрать цветовые решения и размер отступов или толщину рамки, а также отключить корзину, форму поиска и личный кабинет. Я же ничего в этой вкладке менять не собираюсь и перейду сразу во вторую подвкладку header content. Здесь я вот это поле введу название сайта, то есть главный заголовок, а вот это краткое описание сайта. Также если хотите, можете подгрузить свой логотип, но учтите, что у WordPress существуют некоторые ограничения по размерам логотипа. Итак, если вы загрузили логотип и не хотите отображать название и описание сайта, то вам нужно их вскрыть, убрав галочку с этого чекбокса. Теперь нам нужно загрузить favicon, то есть иконку сайта, которая будет отображаться во вкладке сайта возле его названия. Для загрузки favicon спускаемся вниз панели и кликаем вот по этой кнопке и подгружаем картинку, которую будем использовать в качестве favicon. Кстати, о том где взять и как скачать favicon и обычные иконки у меня есть видео. Вы сможете посмотреть его по ссылке дополнительные материалы. Итак, посмотрите, я подгрузил favicon. Теперь мы поднимаемся на уровень вверх. В подкладке меню дизайн вы можете настроить шрифт для пунктов меню. Я же ничего там менять не буду и перейду в подкладку era area. Здесь мы настроим баннер слайдер. Кстати, вы его вообще можете отключить, передвинув этот маркер в неактивное положение. Итак, давайте добавим свое изображение, кликнув вот по этой кнопке. Посмотрите, я поменял баннер с шаблонного на свой. Далее спускаемся вниз. Здесь мы настраиваем заголовок и кнопку для баннера. Итак, первое слово заголовка мы вводим в поле title, второе слово в поле subtitle. Далее чуть ниже вот это поле мы вводим краткое описание для баннера. А в следующем поле прописываем название кнопки баннера. Далее нам нужно сделать так, чтобы при клике по кнопке происходила переадресация на каталог с товаром. Для этого открываем во второй вкладке наш сайт и переходим на страницу каталог. Это можно сделать через навигационное меню, а затем копируем адрес страницы каталог из адресной строки браузера и вставляем в это поле. Вот так. Затем выходим из этой подвкладки. В этой подвкладке я ничего не трогаю и выхожу на один уровень вверх. Далее переходим во вкладку настройки типографии, а затем выбираем первую подвкладку. Здесь мы настраиваем шрифт для текста. Я размер изменять не буду, а из вот этого раскрывающегося списка выберу название шрифта. Теперь выходим из этой подвкладки. В второй подвкладке heading font family вы настраиваете шрифт заголовков сайта. Здесь я ничего менять не буду и перехожу на один уровень вверх. Далее мы переходим во вкладку цвета. Здесь можно настроить цветовые схемы для сайта, цвет шрифта, фон, цвет ссылок, элементы подчеркивания. Здесь я лишь поменяю цвет шрифта на черный для ссылок при наведении на них курсора мыши. Это можно сделать с помощью этого маркера. Теперь я выхожу из этой подвкладки. Во вкладке a shop woocommerce setting настраивается отображение товара на главной странице. Тут вы настраиваете во сколько рядов отображать товар, отображать ли рейтинг товара и многое другое. Я здесь ничего менять не буду. Во вкладке хлебной крошки настраивается шрифт пути, который отображает ваше местоположение на сайте. Здесь я тоже ничего менять не буду. Теперь мы переходим во вкладку футер, где настроим дизайн для подвала сайта. Итак, мы выбираем первую подвкладку. Здесь нам нужно выбрать во сколько столбцов отображать информацию в подвале сайта. Я выберу 4. Теперь выходим из этой подвкладки и переходим в футер дизайн. Здесь вы можете настроить цветовые схемы для подвала сайта с помощью этих маркеров. А с помощью этих маячков можно настроить размер шрифта надписей в подвале и настроить отступы. Теперь выходим из этой подвкладки. А затем переходим еще на один уровень вверх. Далее во вкладке блок вы можете настроить отображение записей. Но для интернет магазина это не так важно. Поэтому я здесь ничего менять не буду и перейду во вкладку woocommerce. А затем в подвкладку каталог товаров. Здесь нам нужно выбрать, что отображать на страницах каталога. Из первого раскрывающегося списка я выбрал отображать на странице каталога категории товаров. А из второго раскрывающегося списка я выберу отображать на страницах категории товаров под категории. Теперь мы выходим из этой подвкладки. Также в остальных подвкладках можно настроить страницу оформления заказа и изменить размер изображений товаров. Но мы этого делать не будем, а просто выйдем на один уровень вверх. Сохраним изменения и перейдем во вкладку виджеты. для настройки структуры главной страницы. Итак, дело в том, что бесплатная версия не позволяет сделать в качестве главной страницы страницу с интересно размещенными блоками, а подразумевает лишь размещение текста. Неподготовленный пользователь сразу бы побежал оплачивать полную версию данной темы. Но я вам покажу сейчас, как можно обойти этот запрет автора. Итак, мы в начале интенсива установили специальный плагин, который позволит нам размещать блоки сразу после главной страницы. То есть этот плагин создал нам виджет зону после контента и подразумевает размещение информации и блоков сразу после контента страницы. И так как у нас ничего не будет размещено на главной странице, контент виджет зоны после контента станет на место главной страницы. Итак, давайте в первую очередь разместим блок с преимуществами. Для этого открываем виджет зону после контента, в которой мы и будем размещать всю информацию. Если у вас эта зона не появилась, то перейдите в консоли редактирования, А затем снова вернитесь в панель настроить. Это должно сработать. Итак, для добавления блока кликаем по кнопке добавить виджет. А затем выбираем для блока преимуществ виджет eShop Service. Как вы видите виджет добавился в виджет зону. Он состоит из трех блоков, где каждый из них это описание одного преимущества. Итак, давайте заполним первое преимущество. Смотрите, вот в это поле мы вводим название преимущества, а вот это описание. В третье поле ничего вводить не нужно, так как иконки здесь не отображаются. Теперь по этой же схеме заполним два остальных преимущества. Посмотрите, у нас все получилось. Блок с преимуществами появился на главной странице. Теперь сворачиваем этот виджет. Следующий блок, который мы добавим, это перелистывающий фотокаталог. Для начала добавляем виджет текст и в качестве заголовка прописываем наш заголовок к фотоальбому. Как это делать я вам уже показывал, когда мы создавали подвал сайта. Вот так. Далее мы должны добавить созданную нами фотокнигу. Для этого открываем во второй вкладке консоль редактирования нашего сайта и переходим во вкладку фотокнига. Здесь мы копируем шорткод созданной вами книги и возвращаемся в ту вкладку браузера, где открыта панель настроить. И вставляем скопированный шорткод в поле описания виджета, в котором мы создаем блок с перелистывающимся каталогом. Пожалуйста, у нас все получилось. Если у вас вместо каталога подгрузятся огромные изображения, то просто сохраните изменения и выйдите из панели настроить. А затем снова войдите и фотокаталог установится как надо. Итак, давайте свернем этот виджет и перейдем к следующему. Далее мы добавим блок с товарами. Для этого выберем виджет eShop Trending Product. В это поле вводим название для блога, а в поле чуть ниже вставляем ссылку на наш каталог. Чтобы найти ссылку на каталог, во второй вкладке браузера открываете ваш сайт, переходите через навигационное меню на страницу каталога и копируете ссылку из адресной строки браузера. После чего переходите во вкладку браузера, где открыта панель настроить и вставляете скопированную ссылку в вот это поле. Это я уже вам несколько раз показывал. В поле расположенное чуть ниже мы вводим сколько товаров выводить на главной странице. Смотрите, если например у вас создано 50 товаров, а здесь в настройках указано 10, то на главную страницу будут выводиться 10 последних заведенных товаров. Итак, с настройкой блока товаров мы закончили. Теперь давайте свернем этот виджет и перейдем к следующему. Теперь нам нужно создать галерею, презентующую наш товар. Итак, мы выбираем виджет с названием галерея. Здесь вот в это поле мы вводим название этого блока. А затем для добавления изображений в галерею кликаем вот по этой кнопке. Здесь мы выделяем все изображения, которые хотим добавить в галерею. Кстати, выбирайте изображения одинакового размера для корректного отображения галереи. После чего кликаем по кнопке создать новую галерею. Здесь мы в качестве переадресации выберем открывать как медиафайл, то есть просмотрщики изображений. Кроме того, я выбираю отображать в три колонки и в качестве размера указываю большой формат изображений. Теперь, когда все настроено, я кликаю по кнопке вставить галерею. И пожалуйста, наш блок с галереей готов. Теперь сворачиваем этот виджет и переходим к следующему. Нам нужно добавить блок с нашими статьями. Для этого мы выберем вот этот виджет. Здесь нужно произвести следующие настройки. Во-первых, в первое поле мы вводим название блока, а во-второе количество статей, которые вы хотите размещать на главной странице. Все прям как с товарами. Итак, теперь сворачиваем этот виджет и переходим к следующему. Теперь мы добавим блок с мини-презентацией магазина. Для этого мы выбираем виджет eShop Future Box. В настройках виджета в первое поле вводим заголовок для блока. Я ввел название магазина. Во второе поле я ввел описание магазина, то есть контент, текст этого блока. А также подгрузил изображение, кликнув по кнопке в конце панели. Но тут есть небольшой нюанс. Для корректной подгрузки фото вам нужно не подгружать уже загруженное изображение, а именно загрузить с компьютера новое изображение, даже если оно у вас есть уже в загруженных. Если вы сделаете все в точности, как я сказал, то проблем у вас с этим блоком не возникнет. Теперь сворачиваем этот виджет. На этом настройка структуры главной страницы закончена. Теперь возвращаемся на уровень назад, а затем еще назад и сохраняем изменения. Итак, теперь нам нужно подредактировать дизайн и убрать ошибки и неточности в шаблоне. По ссылке «Дополнительные материалы» вы найдете инструкцию по изменению дизайна. Вам нужно открыть этот файл, скопировать весь имеющийся там код, затем вернуться к панели «Настроить» вашего сайта и перейти во вкладку «Дополнительные стили». Далее игнорируем все предупреждения, устанавливаем курсор мыши в области ввода кода, кликнув один раз левой кнопкой мыши и вставляем скопированный код, после чего выходим из панели «Настроить». Также нам нужно заменить некоторые шаблоны и слова. Там же по ссылке «Дополнительные материалы» вы найдете файл «Замена названия». Откройте его, скопируйте весь код, а затем в консоли редактирования наведите курсор мыши на внешний вид и выберите редактор. После чего на открывшейся панели выберите справа файл «Function.php». После открытия этого файла спуститесь в самый низ, установите курсор в самом конце, вот так, и вставьте скопированный код, после чего кликните «Обновить файл». С этим поосторожнее, если что-то сделаете не так, то сайт заблокируется. Итак, если все будет сделано верно, то выйдет сообщение с зеленым подчеркиванием о том, что файл успешно сохранен. Теперь нам нужно перейти в каталог созданных нами страниц, а затем в режим редактирования главной страницы «Sample Page». Здесь нам нужно удалить весь этот шаблонный текст. Это нужно, чтобы контент, расположенный в виджет-зоне, после контента, из-за отсутствия информации на главной странице, встал на место этой главной страницы. Итак, удаляем весь этот шаблонный текст и сохраняем изменения. С настройкой внешнего вида магазина мы закончили. Теперь нам нужно настроить функционал, то есть активировать доставку и оплату, установить промокоды на скидку и показать вам еще некоторые фишки. Этим и займемся на следующем уроке.